Слава Тебе, Господь! Господь, мы молимся, и это служение отдаём в Твои святые руки. Господь, Отец, веди нас. Делай то, что Ты хочешь делать. Пусть я буду гибким в Твоих руках и делай то, что Ты хочешь сделать. Пусть ничего не будет по-моему, по-человечески. Делай божественные дела. Мы сдаёмся, Господь. Мы открываем наши духовные уши и говорим, Господь, проговори. Пусть с небес опустится укрепляющее, восстанавливающее, осветляющее. Слава Твое, Слово Твое и изменит наши жизни и нашу страну, наш народ, Армению, Арцах, Диаспору. Мы, каждый из нас, нуждаемся в Тебе, Господь. Пусть прославится Твое имя. Аминь. Благодарим. Да благословит Вас Господь. Присаживайтесь в сладком присутствии Божьем. Возлюбленные, прежде чем мы перейдём к слову, у меня есть объявление. Два дня назад сломали сайт церкви Слово Жизни в Ливане. Сотни тысяч людей звонят мне и спрашивают об этом. И я объявляю, говорю, не звоните, всё нормально. Специалисты работают, и мы постараемся сделать всё, чтобы остановить всё это беззаконие. Дьявол не аплодирует нам за наши дела, поэтому мы должны ещё больше укрепляться и объединяться. Мы так нуждаемся в единстве больше, чем когда-либо, даже в соцсетях. Иногда видишь верующие братья и сёстры, которые раньше были в единстве Духа, были отделены от этого мира, чтобы не видеть все эти мерзости. Иисус не сказал, что свет надо нести и запрятать где-то в каком-то месте, чтобы сохранить этот свет. Свет не несут и не прячут под столом. Свет ставят на видном месте, чтобы Он освещал верующие братья и сёстры. Будьте активными. Я не говорю, будьте в соцсетях, живите там, но я прошу вас. Для распространения святости, для распространения Евангелия. Будьте активными. Распространяйте и уходите оттуда. Это не место вашего жительства. К сожалению, люди там живут, мир живёт там. Но скольких людей мы достигли через социальные сети? Даже от имени нашего пастора открывают соцсети, пишут что-то людям. Мы удивляемся, как люди принимают дружбу. Видят, что он достойный человек, достойны дружбы с ними, видят его фотографию и сразу принимают запрос на дружбу. Драгоценные. Раньше я вам объявлял, что у нас есть канал Телеграм, мы собираемся там. Но если мы все объединимся в один кулак, мы будем распространять программу спасения Божьего. Но новости будем быстро получать вместе. И в единстве сила. Все эти вопросы будут решены в единстве. И будем разрушать вот эти все дела дьявола. И сейчас мы нуждаемся, чтобы мы вместе все объединились и сломали это всё. Но мы видим, что мы не едины. Почему дьявол должен быть в единстве со своими бесами, в своих злых делах? А мы нет. Мы должны быть в единстве. Даже если ты взрослый человек, посредством какого-нибудь молодого человека, обязательно присоединяйся к нашему каналу Телеграм. Я верю, что Аминь. От вашего Аминь означает, есть люди, которые присоединяются. И остальные. Не забывайтесь, обязательно присоединяйтесь. Мы должны быть сильными вместе. Информационная война, она очень важна. Мы сегодня живем в веке информации. «Слава Господу!» Я верю, что отклики будут очень сильными, потому что наша Церковь очень сильная Церковь. Возлюбленные, сегодняшнее слово, которое есть в моём сердце, я это служение назвал особенным. Бывает, что говорят, это особенная передача. Мы живём в особенные дни. Наш народ сегодня живёт в одни из чёрных страниц истории. Да, быть может, у нас были более тёмные страницы в истории нашего народа, но мы видим, что история как мяч катится. Когда мы учили наизусть историю, мы видим, что сейчас просто образно это всё проявляется перед твоими глазами, то же самое. И в конце мы воскликнем всей Церковью к Богу. Столько людей есть здесь, столько братьев и сестёр, сильная Церковь здесь. Ты не будешь молиться только от своего имени, ты будешь молиться от имени всего народа. Ты будешь молиться к Богу. И я верю, что Бог, слышащий Бог, Бог хранил наш народ, Бог хранил наше государство. Если сегодня мы есть на географической карте, есть очень много стран, которые исчезли с карты мира, но я и ты сегодня есть. Бог знает, как мы остались согласно Его воле. Он хотел, и согласно Его воле мы существуем. Для этого мы должны быть, должны быть бодрыми и должны быть едиными. В постах и молитвах, как настоящие истинные христиане стоять в духовном проломе, чтобы каждый вопрос был решен по воле Божьей. Чтобы не было, чтобы мы делали что-то вне воли Божьей, чтобы мы были обозлившимися. Да, иногда народ Божий тоже обозляется. И видишь, народ Божий начинает заниматься политикой. И это больно. Каждый из нас должен выполнять свою функцию. К чему мы призваны делать? Мы этим должны заниматься. Если народ Божий будет умолять молитву и заниматься чем-то другим, это нехорошо. Согласны со мной? Давайте скажем хорошее аминь, чтобы я понял, что вы согласны. Слава Богу! Возлюбленные, хочу начать интересной притчей сегодняшнее слово. Притча о четырех свечах. В одной полутемной комнате горели четыре свечи. И вдруг одна из свечей постепенно начала угасать. И говорит сама себе, кому я нужна? Люди не заботятся обо мне. Я им не нужна. Меня отвергли. Я должна угаснуть. Я мир, я покой. Это была свеча покоя. И она угасла. Остальные свечи с тревогой посмотрели на эту гашу и свечу. И вторая свечка начинает говорить. И говорит, а кому я нужна? Люди не заботятся обо мне. Не добавляют меня. Я не нужна людям. Я тоже хочу уйти. Я тоже угасну. Я вера. И эта вера тоже угасла. Эта свеча. И знаете, в Библии есть слово, когда Бог говорит, когда вернется Господь, найдет ли он веру или это не нужно людям. И эта свеча тоже угасла. И третья свеча, видя это все, сказала, а я кому нужна? Все меня отвергают. Не хотят, чтобы я снова возгорелась. Даже родной родного ненавидит. по бессмысленным причинам брат сестру ненавидит, сестра брата, верующие друг в друга. А я, любовь, я тоже угасну. И эта свеча тоже угасла. И в этот момент маленький ребенок забегает в эту комнату и говорит, что вы делаете? Зачем вы гаснете? Вы мне нужны. Я боюсь темноты. Прошу вас, возгоритесь. Горите. А четвертая свеча начинает говорить. И говорит, будь спокоен. Пока я горю, ты мною можешь зажить все остальные свечи. Я надежда. Возлюбленные, армянский народ, прошу, не угасайте вашу надежду. Не допускайте, чтобы эта надежда угасла. Что говорит народное слово? Говорит, надежда умирает последней. Но народ сам угасает эту надежду, убивает даже в конце. Давайте вместе исповедовать важную вещь. Божественная надежда. Давайте вместе скажем, божественная надежда никогда не умирает. Божественная надежда никогда не умирает. Да, народная надежда, человеческая надежда умирает, но божественная надежда никогда не умирает. Достаточно, чтобы вы хранили искру этой надежды в нас. Она даст огня всем остальным свечам. Сегодняшнее послание мне и тебе не позволь умереть не позволь умереть я и ты ответственны чтобы не дать угаснуть не дать умереть маленькой надежде может быть мы нашими глазами видим и видим что нет никакой надежды на что нам надеяться на что уповать ничего не происходило на кого бы мы не надеялись неужели наш народ не должен понять что всецело надо уповать на бога надеяться на бога и делать то что бог говорит вы не представляете что будет сколько чудес будет происходить чудеса не опоздают если мы не оставим что надежду не допустим что божественная надежда умерла в нас иногда мы заглушаем наши уши наши глаза смотрят безразличия мы пытаемся закрыть глаза ничего не видим ничего не слышим это ужасно какие дни мы живем сколько есть безразличия возлюбленные наши колени часто должны сгибаться и мы должны молиться наши уста должны молиться и господь точно будет водительствовать нас вести нас мы должны смотреть в чем воля божья а воля божия это слово божие мы даже смотреть к чему вдохновляет наш слово божие и выполнять его не наполняться какими-то новостями которые во всякое время приходят сейчас есть информация что только мы не слышим мы можем из-за этого расстраиваться возлюбленные бог не говорит когда я смотрю на сайты так не написано слове когда я смотрю на сайты откуда откуда придет моя помощь даже не с гор приходит помощь откуда приходит наша помощь наша помощь от господа был один человек евангелие от иоанна 5 глава с первого стиха после всего был праздник иудейский пришел иисус в иерусалим есть же в иерусалиме у овечьих ворот купальня называемая по-еврейски вифезда при которой было пять крытых ходов в них лежало великое множество больных слепых хромых иссохших обратите внимание на это слово иссохших что это за болезнь иссохшие ожидающих движения воды ибо ангел господин по временам сходил в купальню и возмущал воду и кто первый входил в нее по возмущение воды тот выздоравливал какой бы ни был одержим болезнью тут был человек находившийся в болезни 38 лет иисус увидев его лежащего и узнав что он лежит уже долгое время говорит ему хочешь ли быть здоров больной отвечал ему так господи но не имеет человека который опустил бы меня в купальню когда возмутиться вода когда же я прихожу другой уже сходит прежде меня иисус говорит ему встань возьми постель твою и ходи и он тот час выздоровел и взял постель свою и пошел было же это в день субботний посему иудеи говорили исцеленному сегодня суббота не должно тебе брать постели он отвечал им кто меня исцелил тот не сказал возьми постель твою и ходи его спросили кто тот человек который сказал тебе возьми постель твою и ходи исцеленный же не знал кто ибо иисус скрылся в народе бывшем на том месте потом иисус встретил его в храме и сказал ему вот ты выздоровел не греши больше чтобы не случилось с тобой чего хуже человек сей пошел и объявил иудеям что исцелившийся есть иисус интересная история мы видим какие были больные ожидавшие своего чуда рядом с купальней сидевшие и ангел господин во временам сходил купальню возмущал вот и кто был самый шустрый самый активный самый быстрый тот первый входил скажу больше самый самолюбивый я вам скажу сразу кидался в купальню я даже думаю что много больных передвигались с трудом наверное если у кого-то даже большой палец ноги болел он говорил ой болит ой почему меня не бросится столько эгоизма был ведь там было много и сушек много было инвалидов но были такие которые зовут болезни в пальцы одном кидали с первыми представляете лекарство которое продлило бы жизнь на 40 лет это лекарство было одно и она была спрятана в каком-то месте тогда было бы 3 4 5 мировая война за обладание этой таблеткой согласны вы со мной для того чтобы продлить свою жизнь господь дал нам бесплатно жизнь но мы не хотим взять он дал нам бесплатную жизнь вечную жизнь но мы не хотим брать и этот человек я просто удивлен мне недавно исполнилось 38 прошло 39 не уже исполнилось 40 лет и я понял что этот человек столько сколько я живу он ожидал своего чуда здесь есть люди которым которые 38 лет ожидают своего чуда 34 человека подняли руки я не знаю сколько лет этому человеку не написано но написано что он будучи почти моего возраста он ожидал своего чуда поднимите руки ты должен быть взрослым чтобы ждать 38 лет своего чуда 2 3 4 6 7 ну хорошо 15 приблизительно человек представляете из тысяч людей 15 человек максимум подняли руку поверьте я вижу пять рук но я утроил это число люди которые как этот человек безнадежно ожидали своего чуда что найдется кто-то кто-то сердобольный не эгоист который просто толкнет этого человека в воду и он исцелиться так и не нашли но ожидали этот человек не позволил чтобы та маленькая надежда то свеча погасла написано что по причине увеличения беззакония причине увеличения беззакония в людях остынет любовь все в депрессии стрессе нет покоя потому что мы не направляем наш взгляд к богу но эта надежда осталась у этого человека он не надеялся на свои силы возлюбленные он просто ожидал кого-то с добрым сердцем который толкнет его и когда иисус главная надежда великая надежда стал рядом с ним он не сказал иисусу исцели меня он сказал толкни меня толкнешь чтобы я упал в эту воду когда она будет возмущаться поможешь мне добрый человек он так думал он не знал что это сын божий что это самая главная надежда стоит рядом с ним он думал кто-то придет слева или справа спереди или сзади кто-то кто-то придет и поможет вы понимаете о чем я говорю сегодня наш народ ожидает слева справа помощи не знает что иисус стоит рядом с ним и и не просто толкнет а скажет возьми постель свою и ходи день субботний аллилуйя знаете что открылась внутри меня я понял что это купальня это закон это был закон закон возмутиться ангел придет это уже милость божья я не говорю что закон не от бога да закон был от бога но вдруг пришла благодать стала рядом с ним и этот человек не узнал благодать но зато вкусил когда понадеялся когда доверился другими словами говоря эти слова в духе у меня звучат я не нуждаюсь иисус сказал чтобы не нужно чтобы эта купальня двигалась эти воды по слову моему возьми постель свою и ходи да не постыдит тебя твоя надежда аллилуйя чудо которое было ожидаемо 38 лет оно произошло мы три года ждем нашего чудо может быть люди есть которые ожидают несколько месяцев обижаются на бога ропщат бог меня не слышит этот человек 38 лет ждал интересно сколько ему было лет не написано сколько ему было лет но он ожидал 38 лет целую жизнь почти столько сколько мне интересно где были его родители что не могли бы принести толкнуть может быть он был сиротой иногда мы тоже как сироты всем народом бываем и ждем кто-то придет нам поможет но у нас есть бог давайте ухватимся за бога индивидуально каждый отдельно и всем народом и будьте уверены бог не постажает и надеющийся на бога не постыдиться знаете представьте что вы находитесь в темной комнате густая тьма и и маленькая свечка маленький свет чем будет гуще тьма тем этот свет будет побеждать эту тьму и будет виден еще лучше согласны и насколько вокруг нас темнота будь это в личной твоей жизни или в жизни нашего народа этот маленький свет этот свет победит эту густую тьму и будет победителем потому что свет всегда побеждает тьму слава господу давайте прочтем еще слово послание к римлянам 5 глава кто написал послание к римлянам апостол павел апостол павел большую часть своих посланий знаете откуда писал откуда скажите где он писал послание он писал из тюрьмы и представляете что он пишет из тюрьмы может быть именно это письмо не и стирка но в основном он пишет из тюрьмы и так оправдавшись верою мы имеем мир с богом с кем имеем мир видели как это свеча мира погасла с кем она должна была быть иметь мир чтобы гореть с богом и так оправдавшись верой мы имеем мир с богом через господа нашего иисуса христа которого верою получили мы доступ той благодати в которой стоим и хвалимся надеждаю славы божьей чем мы хвалимся давайте согласимся что наш народ хвалящийся народ но чем хвалится наш народ прошлым каждый отдельный всем народом размышлять и над этому весна ты знаешь кем я был я же не всегда этим занимался свое время в в прошлом знаешь что я имел знаешь кем была моя жена была там в рай в комитете работала у секретаря райкома а когда мы дело касается народа знаете что мы говорим знаете кем мы были наша то у наше это 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 парадоксально это очень противоречиво здесь не написано хвалитесь прошлым это наше прошлое благословил господь и оно есть у нас то давайте в настоящем хвалиться но чем богом написано хвалимся надеждаю славы божьей хвалиться не собою а богом ты знаешь какой бог у нас он нас не оставит вот это слово нашей надежды нашей хвалы если мы не оставим бога бог никогда не оставит нас если я и ты не оставим его и продолжение и несим только но хвалимся и скорбями зная что от скорби происходит терпение это написано о нашем народе мы хвалимся в скорбях такие песни поем скорбях где ты был бог какие песни мы поем в скорбях кто видел армяне и которые говорят ничего терпение будет надежда будет есть такие армяне когда я говорю давайте скажем есть такие армяне это я и ты нас должно быть больше и вот эти надеющиеся должны стать верующими в скорбях хвалимся зная смотрите по очереди что от скорби происходит терпение от терпения опытность от опытности надежда а надежда не постыжает потому что любовь божья излилась в сердца наши духом святым данным нам аллилуйя а та маленькая надежда которая была это уже знак что мы не постыдимся именем иисуса христа хватит того чтобы воля божья исполнялась потому что этого достаточно потому что воля божья благая угодная и совершенная я провозглашаю чтобы воля божья для нашего народа и для тебя исполнилось попрошу пусть они выйдет на сцену знаете где я служил сначала я служил в пригороде еревана а затем я был переведен для службы на территорию арцаха приблизительно я 6-7 месяцев служил и оказался в очень сложной ситуации по-человечески невозможно было решить этот вопрос для меня было очень трудно как для верующего человека я был всего лишь год как верующим 9 месяцев всего был верующим и я попал в очень трудную ситуацию это было связано с верой гонения избиения я в прошлой жизни по-другому жил ты не можешь оставить свою веру и снова вернуться в прошлое и пришел момент когда просто человеческими силами невозможно было что-то изменить я не хочу подробно все рассказывать я отошел нашел стену и начал у этой стены молиться просто но моя молитва не была похожа на молитву если кто-то бы увидел меня не понял бы что я молюсь это было непонятно что но потом я понял что это и была настоящая молитва у меня не было слов поверьте у меня не было слов я не мог найти слова да я да всемогущий господь это прекрасно когда мы красивыми словами благословляем имя божье и библия наполнена красивыми словами но в этот момент у меня не было этих красивых слов я не мог найти слова и просто воздыханиями неизреченными я что-то говорил иногда из меня исходил такой вздох гол господи помоги сделай что-нибудь ягал ты что не видишь сделай что-нибудь и слезы катились было очень трудное положение не знаю сколько это длилось наверно полчаса минут сорок я ожидал чудо так не могло больше продолжаться господь я пришел ради тебя слово твое вело меня я действительно вадимы словом божьим я спросил и продолжать мне учебу в университете или идти в армию но бог несколькими методами утвердил что я должен идти в армию я пришел в армию и вот такое сложное положение я не мог понять что происходит немножко похоже на историю иосифа помните в библии когда он немного похожа моя история была на эту историю не дай бог конечно чтобы мы попали в такое положение как он был иосиф и я возвал и я отошел от этой стены и один солдат подошел ко мне сказал тебя зовут я не знаю как я дошел до этого места и кто-то открыл тетрадь и прочел мое чудо то о чем я молился о чем я восклицал бог перевел эти мои ахи и охи эти мои воздыхания неизреченные дошли до бога и я понял что бог переводчик слез не надо много говорить иногда не надо показываться богу таким умным может просто можно просто ставить и сказать господи и бог может услышать увидеть этот твой ах это будет большое ходатайство за тебя за твою проблему за твой народ на самом деле я сейчас так и молюсь за мой народ потому что смотря налево и направо я не вижу никаких знаков надежды но я смотрю наверх откуда придет помощь моя и помощь для моего народа именем иисуса христа салом 73 я надеюсь на господа чтобы рассказывать дела господни на господа бога возложил упование мое чтобы возвещать все дела твои если я буду надеяться на бога то буду рассказывать о чудесных делах божьих но если мы будем надеяться на себя на наши силы я не говорю чтобы мы ничего не делали вы неправильно не поймите что бог должен как будет говорить то мы должны делать но если мы будем надеяться на господа делать то что он хочет мы увидим великие дела божьи столько будет свидетельств твоя жизнь станет свидетельством каждое мгновение твоей жизни станет свидетельствами если ты будешь жить по воле божьей поэтому каждый раз когда бывают дни рождения людей в этот день ты имеешь возможность что-то пожелать и я говорю да будет совершенная воля в твоей жизни я всегда говорю да будет совершенная воля Божия во всех сферах твоей жизни. Есть что-то лучше этого? Совершенная воля. Я уже не говорю о благой и угодной. Совершенная. Давайте надеяться уповать на Господа, драгоценный народ Божий, чтобы мы увидели великие дела Божьи. Евреям. Шестая глава. С девятого стиха. Впрочем, о вас, возлюбленные, мы надеемся, мы имеем надежду, что вы в лучшем состоянии и держите спасение. Хотя и говорим так, ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви. Это относится и к тебе, и к народу. Это относится к нашему народу. К тем народам, которые живут в Армении. Мы всегда были народом, служащим Богу. Хранить веру — это тоже служение. Это большое служение. Сохранять веру годами, веками. Мы донесли нашу веру в 21 век. Давайте представим, что это самое великое служение наше Богу. Мы сохранили веру и донесли ее до 21 века. Слава Господу! Она пошла, чтобы угаснуть. Но со свечой надежды слово снова вернулось. И у нас тысячи, сотни тысяч верующих, рожденных свыше христиан в нашей стране и за пределами диаспоры. Слава Богу! Одна из сестер, знаете, что сказала? Сказала, у меня есть надежда. Я сказала, какая? Потому что наш народ уже дал десятину. Десятая часть народа уже дана в десятину, может, и больше. Слава Иисусу! Все аплодисменты Ему! Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, которую вы оказали во имя Его, послужив и служа святым во имя Его любви. Вы погибли. Если бы мы отказались от христианства, может быть, мы не оказались в такой ситуации, но мы сохранили веру, мы заплатили цену. Бог достоин, чтобы мы заплатили цену. Но зачастую мы делаем что-то по-своему, не ради Бога платим цену. Зачастую из-за нас. Мы смотрим на историю и видим, но и для Бога мы платили большую цену. Чтобы забыл дело ваше и труд любви, которую вы оказали во имя Его, послужив и служа святым. Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца. Чтобы надежда твердо укоренилась, до конца написано. Сколько? Чтобы не умерла, как говорит народ, надежда умирает последняя, чтобы до конца осталась. Посмотрите, какое интересное слово. Я так люблю армянский язык. Написано, чтобы вы, ваши мысли не были больными в армянском языке. Мысли могут заболеть. Мы знаем, что тело может заболеть, но самое ужасное, когда мысли человека болеют. Дабы вы не обленились, но подражая тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование. У нашего народа есть обетование? У вас есть обетование? Чтобы вы не обленились? И чтобы верою и долготерпением ожидали и наследовали обетование. Я попрошу, чтобы группа прославления поднялась на сцену. Мы сегодня будем молиться и восклицать Господу. Ты будешь молиться за себя, но также как представитель армянского народа, как особое служение, посвященное этим дням. ты подними свое поклонение, прославление, молитву и крик Богу, как армянин. Не позволь, чтобы умерла надежда. Не позволяй, чтобы гасла. Все, что есть позитивное, божественное в твоей жизни, не позволь погаснуть. Был сильный человек. Один из героев в Гиблии, Авраам. Сначала он был назван отцом веры. Я хочу спросить, кто хорошо понимает армянский язык? Десять человек? Вы же понимаете, что я говорю? Если я вам скажу предложение, одно выражение, вы скажете, это имеет отношение к логике или нет? Этот человек в шляпе. Я поняла, что там есть учитель, и она засмеялась. с открытой головой человек в шляпе. Есть такое? Ведь нету. Этот лысый, кучерявый человек. Мы такой народ, мы народ с юмором. мы лысым тоже говорим, кудрявый, кучерявый. Я знаю совершенно лысого человека, у которого имя, которого называют в шутку кучеряшкой. Но это, конечно, юмор. Но нет такого. Волосатый, лысый. Нет такого. Скажу вам одно предложение, которое из Библии. Написано, что Авраам без надежды поверил с надеждою. Я много лет читал и не мог понять. Я пошел, открыл на еврейском языке, переводит на другие языки. Хотел понять. Вернулся к оригиналу и хотел понять, как это без надежды поверил с надеждою. Похоже на наши армянские шутки. Может, что-то неправильно написали, но я знаю, что Библия свята и безошибочно согласны со мной. Но потом я понял, о чем говорится. Когда смотришь на жизнь Авраама, то все преображается у тебя перед глазами. И ты понимаешь, что у него не было человеческой надежды, но была божественная надежда. То есть без надежды он с надеждой поверил. Аллилуйя! Человеческая надежда угасла, но пришла божественная, сильная надежда. И мы увидели, что произошло. Престарелый человек, который обратился к человеческой надежде и сказал, ну ладно, от другой женщины у меня будет ребенок, но воля Божия была не в этом. Бог не нуждается в человеческой помощи, чтобы явить тебе чудо, чтобы ты помогал Богу и говорил, немножко помогу Богу. Он сказал, на следующий год в это время у тебя будет сын, у тебя и у Сары. И даже посмеялись над Словом Божиим, так посмеялись, что Бог назвал ребенка смехом. Вы знаете, что означает Исаак? Исаак означает смех. Это ха-ха означает смех. Особенно, когда изучаешь восточные языки, ты понимаешь, что это смех. Смех, иди сюда. Смех, ты не голодный? Вот так Бог посмеялся и назвал этого ребенка Авраама смехом. Исаак. Хорошо сделал. Вот такое чудо сделал. Да пусть Господь сделает много чудес в вашей жизни, чтобы вот так смеялись, говорили ха-ха-ха. И все скажут Аминь. Возлюбленные, не оставляйте, не позволяйте, чтобы умирала ваша надежда, не позволяйте, чтобы умирала вера, не позволяйте, чтобы умирала любовь, любовь к Богу, любовь к людям. Скажу больше, не позволяйте, чтобы умирали ваши мечты. У кого были мечты? И эти мечты умерли или на пути к смерти, и тебе уже не хочется мечтать, хочется уже похоронить эти мечты. знаешь, была одна семья, которая была очень близка с Иисусом. Семья Марты, Марии и Лазаря. И Иисус шел с учениками, и вдруг Он громко сказал, сёстры сказали, что наш брат уснул, пойдём поможем ему. Но Иисус сказал, что он умер. И в конце они пошли к Лазарю, и там Иисус сплакнул, и люди подумали, что он очень любил Лазаря, поэтому и плачет. Но Иисус не поэтому смутился. Знаете, почему он смутился? Потому что главная надежда, главная сила пришла, стоит там, но никто не узнал. И умолён со стороны других людей. И поэтому он всплакнул и спросил Марту и Марию. И они сказали, если бы ты был здесь, он бы не умер. Господи, вот если бы ты был бы со мной, мои мечты бы не умерли. А Бог сказал, если будешь веровать, увидишь славу Божью. Иисус говорит, если будешь веровать, увидишь славу Божью. Они сказали, ну, когда-нибудь будет это воскресение, в день воскресения он воскреснет. Иисус снова говорит, нет, вы ошибаетесь. Я прямо сейчас вызову Лазаря, Лазарь, смердящий четыре дня, выйди, и Лазарь вышел. Сегодня твоя мечта, те божественные идеи, которые умерли в тебе, Бог говорит, выходите, неважно, что вы гниете, это мы их похоронили, это мы их сгноили, это мы положили такой камень на них, который невозможно сдвинуть, но Бог говорит, выйди. не позволяй, возлюбленные, не позволяйте, чтобы ваши отношения умерли, очень важно, неважно, чтобы умерли ваши отношения с Богом, чтобы умерли ваши отношения с членами вашей семьи, заботьтесь, начинайте что-то сеять, чтобы это возгорелось, это пророчески, в жизни некоторых людей есть такие отношения, которые остывают, и мы говорим, ну уж будь что будет, нет, мы не призваны делать так, мы призваны снова восстанавливать, зажигать эти отношения, особенно отношения с Богом, долгое время не имеешь отношения с Богом, не молишься, не читаешь Слово Божие, и постепенно все остывает, и ты уже сам становишься непохожим на себя, давайте встанем, слава тебе, Господь, ты наша единственная надежда, ты наша единственная надежда, и только ты, только ты наша надежда, наш Господь, Господь, мы не знали, что придут дни, что мы будем стоять перед тобой и говорить, Господь, единственная, единственная наша надежда, и у нас нет другой надежды, нет другой надежды, посмотрим налево, посмотрим направо, споткнемся, вперед, назад, посмотрим, споткнемся, но если будем смотреть наверх к тебе и говорить, ты наша единственная надежда, мы не постыдимся, Отец, Сын, Святой Дух. Ты наша единственная надежда, наш Господь. Слава тебе, Господь! 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 Господь, наша мольба к тебе. У нас нет никого, кроме тебя. У нас есть только ты. Господь, слышащий наши воздыхания, неизреченные, переводящий наши слезы и наше молчание. Мы ищем лица Твоего, мы ищем Твоего присутствия. Мы молимся за всех армян, за арцах, Господь! Мы поднимаем голос за пленных просим, за скорбящих, за тех матерей, которые потеряли своих детей. Мы молимся за них. Мы молимся, утеших, подними наш народ, спаси наш народ. Спаси арцах, Господь! Господь, на коленях мы молимся, Господь, Тебе. На высоте, на святой горе, живущий наш Бог, ты принимаешь и слышишь наши молитвы. Мы молим, храни нашу страну. Пусть никто не украдет нашу страну. Храни наших детей, Господь! Храни Твоих детей, Господь! Мы обращаемся к Тебе, Господь, и мы верим, что народ встанет на колени пред Тобой и воззовет к Тебе. Прости наши беззакония, прости наши грехи, которые мы совершали в прошлом, сейчас, Господь. И если есть беззакония, Господь, прости, Господь, покрой. Ради нескольких праведников, Господь, для Твоего праведника, для Иисуса, имени Иисуса Христа, мы поднимаем нашу мольбу за народ, Господь. Исцели нашу страну, Господь. Исцели наши раны, наши боли. Услышь нашу мольбу. Пусть будет изменение в нашем народе. Пусть наши дети не погибают, пусть не будет ранних смертей, Господь. Неужели вы думаете, что Бог оставил вас? Неужели вы думаете, что Бог оставил вас? Бог не оставил вас. Вы оставили Бога. Вы обернулись спиной к Богу, не понимая, что это самая большая опасность. Обернитесь лицом. Ко мне, говорит Господь. И я исцелю вашу страну, ваши боли. Только я могу помочь вам. Не сокращайте мою руку в ваших жизнях. Это для вас величайшая опасность. Позвольте, чтобы я был в центре вашей жизни. И не удаляйтесь от меня, говорит Господь. Не умоляйте меня. Ваша ругань оглушает мои уши. Ваше неверие закрывает мои уши. Покайтесь индивидуально каждый и всем народом. И вы обернётесь ко мне, а я обернусь к вам. И я помилую вашу страну и ваше будущее в моих руках. Надеющийся на меня никогда не постыдится. Верующий в меня никогда не постыдится. Никогда не споткнётся. Господь, мы поднимаем нашу мольбу к Тебе. Как спотыкающиеся Петры, как сомневающиеся Петры, которые шли по воде, но посмотрели по сторонам и снова начали тонуть. Мы поднимаем наш крик к Тебе, Господь, и говорим, как в Слове Твоём написано, Господь, прости, помоги нашему неверию, Господь. Покрой, Господь, не смотри на наше неверие. Мы каемся, искренне говорим, прости, прости, Господь. Мы знаем, что Ты слышишь и спасаешь нас прямо сейчас. Прямо сейчас. Господь Бог, который никогда не меняется, Он тот же вчера, сегодня и вовеки, Он проходит рядом с Тобой, как прошёл рядом с тем человеком, который 38 лет ждал, и Он не прошёл равнодушно. Он сейчас мимо Тебя тоже не проходит равнодушно и спрашивает Тебя, что Ты сейчас хочешь. Скажи в своей молитве, вот этого хочу. И не ожидай, когда вода в купальне зашевелится. Жди Слова, исходящего из уст Божьей, и будь исцелён, благословен этим Словом. Это чудо, которое Ты ожидаешь, уже исполнено. Возьми это верой. Благодари Господа. Благодари, что Он славу свою явил Тебе. Слава Тебе, Господь. Великий Господь. Сильный Господь. Сильный Господь. Вездесущий Господь. Ты везде. Ничто не остаётся незамеченным перед Твоими глазами. Ты прямо сейчас благословляешь нашу церковь, благословляешь нашу страну, благословляешь тех людей, которые сейчас смотрят нас в эфире, хотели бы присутствовать, но по каким-то причинам они не здесь. Здесь Господь касается Тебя прямо сейчас, где бы Ты ни находился. Касается Твоего тела, души и тела, Твоих дел. Прямо сейчас Ты чувствуешь божественную силу. И Ты видишь, что Господь вошёл в Твою жизнь. Всё, что есть ненужное в Твоей жизни, удалено. Всё, что от Бога восполнено по богатству славы Его. Он утвердил волю Твою во всех сферах Твоей жизни. Все сухие ветки отрублены. И новые побеги в Твоей жизни, во всех сферах Твоей жизни. Слава Тебе, Господь! Слава Тебе, Господь! Господь пастырь наш, и ни в чём не будем нуждаться. Вот ответ от Бога. Я Ваш пастыр, и ни в чём не будете нуждаться. Давайте громко поаплодируем Господу. Он достоин. Спасибо. Господь пастыр мой, и я ни в чём не буду нуждаться. Господь пастыр мой, возлюбленный, служение не закончилось. Я буду преступником, если прямо сейчас закончу служение. Давайте поднимем руки и будем петь Его слово. Господь пастыр мой, я ни в чём не буду нуждаться. Господь пастыр мой, и я ни в чём не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Господь пастыр мой, и я ни в чём не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Господь пастыр мой, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Не убоюсь зла, потому что ты со мной. Господь пастыр мой, я ни в чём не буду нуждаться. Слава тебе, Господь! Слава тебе, всемогущий Господь! Будь прославлен! Отец, Сын, Святой Дух! Вы не представляете, как перед моими глазами слава Божья поднимается во тьме, в густой тьме, посредством этого прославления. Вы представляете, в духовном мире что происходит? Слава тебе, Господь! Ты наш пастырь! И ни в чём не будем нуждаться! Слава, слава, слава! Аллилуйя! Слава тебе, Господь! Всемогущий Бог, прими всю славу! Аллилуйя! Слава тебе, наш Иисус! Наш Бог, Святой Дух! Наш Бог, Отец, Который на небесах и здесь, среди нас, в наших сердцах! Сейчас, возлюбленные, мы дошли до очень важного момента. И ты чувствуешь, что Бог ведёт тебя. Мы будем продолжать поклоняться Господу. Кто впервые сегодня здесь? Пусть поднимут руку. Да благословит вас Господь! Я вижу руки, я везде вижу руки. Я прошу вас, мы вместе помолимся. Это очень важная молитва. 20 лет назад я выбежал вперёд и помолился этой молитвой. Выходите вперёд, мы помолимся за вас. Драгоценная церковь, не расходись, мы должны помолиться за этих людей. Не стесняясь, выходите вперёд. Кто хочет принять Иисуса Христа своим Господом, своим Богом? Пусть обязательно выйдут вперёд. Мы помолимся за них. Слава тебе, Иисус! Это поклонение тебе, когда люди выходят к тебе. Да благословит вас Господь! Не стесняйтесь, возлюбленные, оставьте ваши места и выйдите вперёд. Гробко аплодируйте Господу, церковь! Аллилуйя! Да будет вся слава Иисусу! Без стеснения выйдите. Мы вместе помолимся в этом. Нет ничего стыдного. Выходите, выходите. Я вижу, идут люди. Я прошу, не стесняйтесь. Меня в первый раз насильно вывели. Не так, что я добровольно вышел. Слава Господу! Да благословит вас Господь! Я так радуюсь, когда вижу слёзы. Эти слёзы — это та молитва, которую Бог слышит. Сегодня мы вместе будем молиться. Возлюбленные, хочу сказать вам, христианами не рождаются, христианами становятся, принимая решения, сердцем. Мы сегодня, как многие, знаете, я говорю сейчас от Бога, стоя перед вами. По пути я говорила одной сестре, что раньше я был человеком, который шутил о Боге, был безбожником, был атеистом. Я думал, что Бог создал человека. Я глупо думал. Но потом Бог своей любовью поставил меня на колени. И я встал на колени перед Богом и не хочу вставать. Я иду, бегу, но внутри себя я стою на коленях, поклоняюсь Богу, Отцу, Сыну, Святому Духу, который армяне наши 1700 лет назад провозгласили как государственную религию, но до этого уже принимали Иисуса своим Господом и Спасителем, спасались, происходили чудеса. Пришло время, когда мы отказались. Это стало просто религией для нас, философией, чем-то формальным. И нося крест на себе, мы стали христианами, но не в этом христианстве. И сегодня день, когда, чтобы крест был не только снаружи, но и внутри, чтобы этот крест был большой. Согласны, мы вместе помолимся. Слово Божие говорит, если сердцем веруешь, сердцем веруешь и устами исповедуешь, что Отец Бог воскресил Христа из мертвых, то будешь иметь вечную жизнь. Вы видите, что могила Иисуса Христа пуста. Туристы идут, чтобы увидеть могилу Иисуса Христа. Сейчас есть очень много могил, которые имеют шикарный вид, но у этой могилы, знаете, какой вид? Она пуста. Его там нет. Написано, Он не здесь. Он воскрес. Иисус на небесах и смотрит на нас прямо сейчас. Ты чувствуешь в своем сердце присутствие Божие? Многие скажут, сектанты, куда вы пошли, в какое место вы пошли? Но знаете, что интересно? Что среди сектантов болеющие раком исцеляются, слепые видят, хромые ходят, безнадежные люди наполняются надеждой? Как интересно. Иисусу тоже говорили, сектант. Когда делаешь дело Божие, зло действует, движется, и то же самое происходит. Если раньше хотели распять Христа, сейчас вас хотят распять. Что ты пошел туда? Мозги тебе промыли. Да, наша голова нуждается в омытии от грязи. Много чего в нашей голове, но она нуждается, чтобы каждую субботу, воскресенье, в субботу в 6 часов, в воскресенье в 12 часов, чтобы мы опять омыли наши головы от всякой грязи, чтобы Слово Божие входило в нас, изменяло нас, чтобы мы становились сильными. Люди говорят, эти верующие, такие трусливые, каются эти люди, которые имеют какие-то проблемы. Нет, верующие люди даже не боятся смерти. Знаете, если что-то произойдет, то они будут с Иисусом. И вы станете один из нас, то есть сильными людьми веры. Я вижу ваши слезы. Слава Богу за ваши слезы. Прямо сейчас закрываем наши глаза и от всего сердца исповедуем Господа Иисуса Христа нашим Спасителем. Для многих спасение это когда у них какие-то трудные времена, они говорят, спаси, спаси. Но когда мы говорим Господь, Господь, когда ты слушаешь Ему, когда ты Его раб, продолжать служить Ему не просто, чтобы приходя сюда и молясь остаться в Доме Божьем и говорить, а сейчас что-то хочешь, чтобы я сделал Бог, и Он точно скажет, что надо делать. Прямо сейчас я преклоняю колени, вы можете остаться на ногах и скажите вместе со мной, я повторяю слова Божьи, повторяйте со мной громко. Церковь, скажи вместе со мной, Отец Небесный, именем Иисуса Христа, я предстаю пред Тобою, прошу Тебя, прости все мои грехи, очисти их. Господь, я верю, что две тысячи лет назад Твой Сын Иисус Христос пришел в этот мир, умер жестокой смертью на кресте и был похоронен, но в третий день Он воскрес, и я сердцем верую и устами исповедую, что Ты дал воскресение Иисусу. Иисус, будь моим Господом и моим Спасителем, я Твой, а Ты мой, во веки веков. Аминь. Аминь. Слава Иисусу! Сейчас мы будем молиться за Вас. Это Вы молились, а сейчас мы помолимся за Вас. Знаете, для чего? Потому что в Вашей жизни могут быть проклятия. Ты скажешь, что это такое? Мы живем в христианской стране, в стране, которая считается христианской, но проклинаем друг друга, делаем порчу, ходим к гадалкам, чтобы узнать будущее. Это дела дьявола. Я знаю, что из Вас некоторые ходили к гадалкам. Не надо этого делать. Бог имеет для меня и тебя будущее, которое написано в этой книге. У Бога есть надежда и любовь. У Него нет страданий для нас. Не надо идти колдуням, чтобы узнать будущее. Если ходили или знаете, что в Вашей жизни есть подобные вещи, к чему не прикасается, не получается. Логически все должно получиться, но не получается. Какие-то наследственные болезни, которые не лечатся, это все проклятие. Я знал семью, один род. Я знал, когда доходили до 40 лет и начинали умирать. Но они знали, что дедушка так умер, бабушка умерла. Но пришло время, когда этот человек уже оказался на смертном одре и ожидал своей смерти. Но оказались люди из нашей церкви и сказали, послушай, Бог не планировал, чтобы ты в это время умер молодым. Должно быть разрушено это проклятие, это родовое проклятие. Помолились, и это проклятие было разрушено в этом роде. Этому человеку уже приблизительно 60 лет. Как интересно. Из вашей жизни мы сейчас помолимся и разрушим это колдовство. Отец, именем Иисуса Христа, мы молимся за наших братьев и сестер. Силой Господа Иисуса Христа пусть будет разрушена всякая порча, всякое колдовство, всякая наследственная болезнь. Пусть жизнь проклятая перейдет в благословенную жизнь. С сегодняшнего дня мы ставим границу до сегодняшнего дня и после сегодняшнего дня именем Иисуса Христа. Они благословенны, утверждены в твоей церкви. Они идут вперед, принимая тебя как Господа и Спасителя. и делают то, что ты хочешь. Господь, слава тебе, Господь. Аминь. Аминь. Возлюбленные, наше служение подошло к концу, но не для вас. Если вы желаете и хотелось бы, чтобы вы хотели, вы вошли в семью, не будем говорить добро пожаловать, вы пришли сюда, у нас есть маленькое угощение. Если вы возьмете свои вещи, там стоит наш брат со знаком, познакомьтесь. Если вы нуждаетесь в личной молитве, мы помолимся за вас, обменяемся телефонами, номерами, чтобы быть на связи. Если нужно, звоните, мы помолимся за вас. В конце концов, мы семья, мы друзья, мы братья и сестры. Обязательно сделайте так. Возьмите ваши вещи и пройдите вниз. Мы будем всегда ожидать вас. Да благословит вас Господь. Возлюбленная церковь благословит Господь тебя. От всего сердца прими это благословение. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Он своим присутствием уже осветил тебя, твою жизнь. Добротит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Тебе, твоей семье, твоему народу именем Иисуса. И все скажем Аминь. Продолжение следует...